С начала года в России действует новый порядок предоставления налоговых льгот разным категориям населения. Кто имеет на них право и как оформить вычеты, журналистам сегодня рассказали на специальном брифинге в фискальном ведомстве. Предоставление льгот по-прежнему носит заявительный характер, то есть претендующему на вычет необходимо самому обратиться в налоговый орган. А вот собирать подтверждающие документы теперь задача налоговиков. Налогоплательщик представляет нам согласие на обработку данных, мы запрашиваем соответствующий орган и уже дальше какой получаем результат. То есть если подтверждает льготу, льгота дается, если нет, то налогоплательщик приносит нам документы. Получить информацию о том, кто именно имеет право на льготы, можно на сайте налоговой службы. Кстати, перечень льготных категорий с этого года увеличен. Теперь от налога за земельный участок размером не более шести соток избавлены пенсионеры. Документально подтверждать право на эту льготу теперь должны лишь те, кто ранее в никаких льготных списках не числился. В ином случае система сработает автоматически. Впрочем, проверить свои задолженности, как и подать документы или декларацию, всегда можно с помощью информационного сервиса личный кабинет налогоплательщика. Все вы знаете, что подключение у нас в любом налоговом органе, достаточно только паспорт и все. И там занимает подключение буквально 10 минут. Заявление пишем и подключаемся. К тому же его обладатели получают налоговые уведомления в электронном виде, а значит, гораздо оперативнее.